Я стала ленивая, и это очень плохо. Я знаю, что вы меня ждёте, поэтому я решила, что я буду выходить в эфир к вам. Но вы должны тоже сторисы мои смотреть, потому что я там даю очень много полезных советов. Вы вообще знаете об этом? И в телеграм-канале в моём. Поэтому как-то так. Ну что, доброе утро. Это моя самая любимая чашка. Я её никому не даю. Точнее, никому не даю из неё пить. Ей у меня уже ровно 25 лет. Вы представляете? Это мои слойники. А у меня вообще же, у меня триггерит. У меня была же коллекция слонов, я вам уже говорила, около 300 штук. И когда я ушла от мужа, он очень сильно распсиховался, потому что он меня не отпускал. Он все эти слоны мои, всех слонов моих... Короче, уже отдал. Кто-то без хобота был, кто-то ещё с чем-то. Поэтому вот эта моя чашка, я её очень сильно берегу. Такие дела. Я сегодня встала в 5 утра. Сделала медитацию. Погуляла с собаками. И вот потом поняла, что я утомилась. Пролегла ещё раз поспать. И сейчас встала второй раз. Собственно говоря. Всем приветик. Нужно быстренько собраться. Потому что сегодня у меня концерт, дорогие друзья. Доброе утро, Машуля. Всем доброе утро. Сегодня у меня концерт. И мне нужно, собственно говоря, хорошо выглядеть. Какую медитацию практикуешь? У меня их очень много. И я настолько ими владею, что я могу уже без музыки, без всего просто садиться и медитировать. Крис нос сделала. А что она вам говорит? Я просто не понимаю. Вы меня спрашиваете. Почему вы спрашиваете про Кристина у меня? Откуда я знаю? Я лично, когда она мне говорила, что она будет делать операцию на нос, я была категорически против. Потому что я считаю, что у меня совершенно роскошная внешность у Кристины. И от природы очень-очень повезло. Почему не отвечаешь? На какие? Я на все вопросы отвечаю, дорогие друзья. Абсолютно. Ну, которые корректные с вашей стороны. Все покупайте. Зачем пишите? Это эфир Маша. Маша, где свои волосы? Кристина – это жена брата моего. Ставрополь, привет, любимки. Ну, сделала, значит сделала. Просто, знаете что, я не люблю за других людей что-то говорить. Потому что, мало ли, меня же много народу смотрит. Я что-нибудь скажу, не то, и все. И потом, у меня столько было моментов таких, когда я что-то вот сказану, а потом мы все ссоримся из-за моего языка длинного. Это самый лучший тональный крем. Купите, пожалуйста, пауэр фабрик плюс. Это Джорджи Армани. Он стоит 7 тысяч, но это реально того стоит. Просто у меня тон лица идеальный. Заметили, куда-то подписчики деваются. Ой, Инна, а чё ты следишь за чужими подписчиками? Это же у тебя не деньги уходят, а у кого-то подписчики. Аня Блюм, например, почистила 200 тысяч подписчиков своих. Где купила волосы-кудряшки. Я заказала их, мне их прислали из Хабаровска. Только вы покупайте оригинал, девочки. Потому что подделки это не годится. Чё я говорила? А, вот, заказала с Владивостока, но они не дешевые. Но они того стоят, потому что ты, их вообще не нужно сушить, ни феном, ни в салоны ходить на укладки. И я очень этому рада. Ой, Веснушечка, привет, любимка моя. Привет. Ну, есть специальная программа, когда чистишь те вот, знаете, боты, которые шоурумы подписываются. Такие вот. Неинтересно вообще. Чё тебе неинтересно, дочь? Ну, неинтересно, чё ты здесь сидишь? Ты же пришла не на Comedy Club, чтобы тебя тут развлекали. Я вот не совсем понимаю. Может, ты позволяешь себе сладкое? Да, я купила себе, я показывала ПП сладкое. Я ем постоянно. То есть у меня специальные конфетки, панкейки. И всё равно мы люди живые, и иногда очень хочется, особенно передмещенными, что-нибудь такое вредное. И я вот выхожу из этой ситуации тем, что ем ПП сладости. Юля по характеру, ну, Юля такая боевая у нас девица Ефременкова. Очень боевая, она молодец. Она очень такая жесткая, целеустремлённая. От меня положительная энергия, конечно. Знаете, сколько я с собой занимаюсь, чтобы прокачивать и быть доброй. Я раньше была такой, как сказать, Таня, мне пишет менеджер. Я сижу, что называется, сижу в эфире. Раньше я завидовала кому-нибудь. Раньше я смотрела на какую-нибудь девушку, которая выходит из тачки красивой, думала, вот, ей повезло. Сейчас я думаю, боже, я такой был тупой. Как я вообще могла на это вестись? Какая разница, из какой машины ты выходишь, какие у тебя украшения, как ты выглядишь, ну, в плане, там, худая, полная. Вообще всё зависит от того, как ты себя ощущаешь в этой жизни. То есть, если ты в себе уверена, если ты счастлива, если ты в принятии, если ты говоришь каждый день, Вселенная, спасибо, я так хорошо живу, и Вселенная на это говорит, да ты ещё не знаешь, что такое хорошо, и показывает, что значит хорошо. А если ты жалуешься на жизнь и говоришь, что всё плохо, то тебе Вселенная ещё хуже даёт жизнь, чтобы ты поняла, что такое плохо. Поэтому я стала очень много над собой работать, над своими мыслями, над своей осознанностью. Это очень важно. Очень важно никому не завидовать, как бы ни про кого плохо не думать. С высоким пульсом я просто перестала на него обращать внимание, если честно. У меня вот пульс высокий, я думаю, ну и хрен с ним, опустится сам. Я перестала пить все таблетки. Раньше я очень много пила психотропных, снотворных, обезболивающих. А сейчас, вот особенно после того, что слеберж произошло, да, я вообще перестала пить все таблетки. Это вот такая, я не знаю, видно ли, нет, The Body Shop. Таня, я видела, что ты меня попросила, я тебе пришлю сейчас после эфира. Это такая пшикалка из блесток она состоит. Смотрите, как красиво. Очень тебе понравится маска и шампунь. Ну, главное, что они дешевые и очень качественные такие. С Либи, ну, к сожалению, больше с нами нет. Есть, конечно, но она уже в другом измерении. Просто у нее получилось, что она таблетки приняла, которые несовместимы, и у нее остановка сердца случилась. А еще я сейчас узнала, что в Китае очень блогер, известная девушка. Она, короче, с парнем отдыхала, и у нее заболела голова. А она до этого выпила вина, что ли, что-то такое. Они пришли домой, она выпила обезболивающее, и все. И у нее тоже остановка сердца. Поэтому это все очень серьезно, и с этим шутить нельзя. Я просто тоннами раньше пила какие-то непонятные таблетки. Я даже не понимаю, как вот мне Бог дал возможность не умереть. Сразу подружилась с Аленой, с женой брата. Слушайте, вы так говорите, у нас нет вариантов не подружиться с людьми, которые выбирают братья, то есть со вторыми половинками. Просто если братья адекватные, да, то, естественно, что бы ни говорили родственники, они всегда будут делать свой выбор в плане женщин. И любой мужчина, я считаю, должен не слушать никого в этой жизни. Ни маму, ни папу, ни брата, ни свата. А выбирать ту женщину, с которой ему будет хорошо. Понимаете, кто-то скажет, что она плохая, и он испортит себе жизнь. Поэтому я говорю, что раньше, когда мы с Кристиной общались, это просто мне до сих пор аж стрёмно, что у нас были какие-то конфликты, потому что это все такой бред, это все кто-то что-то кому-то хочет доказать, а жизнь настолько и так мимолетна, что нужно жить просто в принятии и наслаждаться каждым днем. Никого не ждать, не нужно, чтобы какие-то были, знаете, деструктивные вот эти вот отношения, эмоциональные качели, это все никому не нужно, потому что это просто высасывают энергию, и от этого толку ноль. Нужно просто радоваться и тому, что ты жив сегодня, и все. Сегодня, сейчас, после разговора, нужно отдать столько же. Я ничего не считаю, просто я считаю, что люди, которые жалуются на свою жизнь, которые постоянно ноют, они не должны быть вообще в окружении вашем, потому что они ничего хорошего не могут привнести. Вот вы понимаете, я читала вчера книгу Зиланда, я вам уже показывала, и единственное, что у нас в жизни есть, это выбор. Единственное, что у нас есть. То есть мы всегда делаем выбор, и мы сами выбираем, как нам жить. Нет никаких, как сказать, судьба, да? Так говорят люди, которые ничего не хотят делать. То есть они думают, ну вот такая судьба, например, у меня вот так вот жить. А мы сами делаем выбор, как нам жить, как нам мыслить. И когда люди начинают жаловаться, я просто на них смотрю, я понимаю, что они ничего не сделали для того, чтобы их жизнь была другой. Они не поменяли свое мышление, сознание. Они просто живут в деструктиве. И они находят людей, которые будут их слушать и жалеть. И они этим подпитываются. А тебе это просто не нужно. Сейчас я нос буду красить. А что с Яной? Почему она плохо от себя сказала? Слушай, Яна, это которая по анорексии, да? Да, честно, мне вообще, как бы, до одного места, что кто говорит, потому что я прекрасно понимаю, что я медийный человек. И просто, наверное, она хотела за счет меня пропиариться, потому что, как бы, о ней все забыли. То есть вместо благодарности за то, что она вылечилась, она решила на меня хайпануть. Просто везде меня отмечала. И мне это смешно, потому что я девочка взрослая. Я выполнила миссию, и человеку помогла. Когда она начинает говорить, что я ей не помогала, ну, как бы, бог судья, что же она тогда 10 лет-то болела, а сейчас выздоровела. Вот. Я ее отвезла к Голланду. Голланд с ней там работал. Просто у всех в разный момент происходит челчок. У Яны, получается, ей понадобилось где-то год, видите, до восстановления. Слава Богу. Мне вообще не важно, что про меня говорят, потому что я знаю, что я живу по совести, я делаю добро людям, и никаких корыстных целей я при этом не, собственно говоря, не преследую. Поэтому я очень рада за то, что Яна набрала вес и осталась жива. Вот. Нет, Захарова-то здесь при чем? В этой ситуации вы не потеряли человечность, это главное. Да и вообще человечность никогда нельзя терять. Мы каждый день проходим проверки вселенной Бога. И мы, сколько бы у нас не было денег, какие бы мы не были, богатые, бедные, мы всегда должны оставаться людьми в любой ситуации. Не нужно злобеть, не нужно завидовать, не нужно кого-то осуждать, обсуждать, потому что мы никогда не знаем, что у человека вообще внутри. Мы видим только внешнюю оболочку, которую нам позволяют видеть. А что за этим стоит, мы никогда не знаем. Поэтому лучше не осуждать людей. Но я до этого до всего очень долго шла. Про Капа, Капа. Но это вынуждено меру у меня было, честно, я вообще была уверена, что я никогда ничего с зубами уже делать не буду, поскольку мне это надоело с детства носила брекеты. Но у меня отвалились виниры, и у меня прикус всегда был вот такой вот, прямой, а такой. И, собственно говоря, мы приняли решение с Луизой, что буду носить капы. У меня стал заправляться нижний ряд зубов, и у меня внешность стала намного просто лучше. Сейчас все это отмечают, замечают. Но к этому нужно привыкать. Конечно же, к этому нужно привыкать. Сейчас я завтракала и без них. Это неудобно первое время, а потом тебе с ними даже удобнее, чем без них, если честно. Но нужно иметь терпение это все перетерпеть, наверное, недельки, две, три. Вот. Это бриллиантовые пусеты у меня, да. Смотрите, такие вот красивые очень. очень красивые. Я пью свой кофе, кстати, для похудения. но если у тебя есть возможность ставить или ставить, ставь, конечно. Это реально очень сильно помогает. Очень. Я очень довольна, что я все-таки их сделала. Оля не то, что не навела порядок. У нас стало в сто раз хуже, чем было, потому что мама все достает и такая говорит, доченька, нужно понять, мы это отдадим, либо продадим, либо будем носить, и все, и все, с каждым днем все больше и больше вещей, как будто на свалке живем. Ну, я смирилась. Да, у меня родинка, Зая, она у меня с рождения, вы что, только заметили? Так, все, нос готов. Вроде как бы. Сейчас будем еще голову с вами делать кудрем. И я очень довольна в этот раз ресничками своими, очень-очень, прям такие крутые. Потому что их здесь нет и, соответственно, глаз кажется больше. А сюда они на удлинение идут. Видите? Такой лисий взгляд. Если нос готов, то долго. Нос белый. Да, мне так нравится. Я выбеляю, все, я счастлива. Многовато, да? Ну ладно. Короче, мама, это все, это юмор ходячий. Через два дня, кстати, Анечка Блюм приезжает, моя. У нас будет премия, мы будем выступать наконец-то, песни петь, а я на скрипке играть. Уже соскучилась, по ним еще давно не виделись. Даже не помню уже сколько по времени. Тени свои разбила вчера, к сожалению. Неудачно они у меня упали и рассыпались все. Духовно очень изменилось. Ну да, это правда, я над собой работаю, потому что но то, что было до этого не годится. Ой, этот мужчина, это просто, это просто что-то с чем-то, вы не представляете, как он меня атаковал. Он меня нашел в инстаграме, он мне названивал, я его вынуждена была блокнуть. Короче, вот, не знаю. Хорошо, что я ему номер, ну, точнее, не написала еще, потому что я себе написала, я даже не представляю, чтобы это было. Он мне написал, написал, что он влюбился, что он не может без меня жить уже. А мне такие мужчины просто так напрягают, вообще-то, что за бред? У меня человек, я узнала, что он 38 лет, он мне сказал, что у него и сын написал, и он влюбился с первого взгляда. Ну, это просто смешно. Мариша, когда замуж? А когда ребенка? А когда замуж? Что, выйти замуж, это прям самоцель? Давай, веснушка, мы к тебе заедем. Для меня выйти замуж, это не самоцель, и родить тоже не самоцель. Мне хочется достойного мужчину рядом, с которым я могу идти по жизни, все обсуждать, который будет меня принимать, с которым мы сможем вместе прорабатывать моменты, которые нас не устраивают, с которым мы сможем общаться, который не будет истериком каким-то бесшабашным, который будет ко мне относиться трепетно в плане волшебства и прислушиваться ко мне, к моим желаниям. Короче, тут очень много аспектов. Просто выйти замуж, это я уже сделала, когда мне было 18. То есть есть такие. Все, что мы захотим, будет. Видите? Это то же самое, что я сейчас скажу, например, что у меня будет миллион долларов, а ты так и скажешь, нет, такого не может быть. Понимаешь, ты сразу пишешь, нет, таких нет, нет, и тебя сразу блокирует вселенную. Может быть, тебе был приготовлен такой чувак, а ты сразу такая раз и блок ставишь. Это мышление, тебе нужно работать с твоим мышлением. Маша, вы вышли замуж за жадного мужчину? Ребят, это же не понимаю, о чем вы пишете, какие-то глупости. Как можно выйти замуж за мужчину, который экономит на тебе? Это что за бред? Это не твой мужчина. А зачем вообще за такого замуж выходить? Мужчина, который любит женщину, для нее все сделают, он просто захочет это сделать. Мужчина захочет баловать свою женщину, любимую, захочет дарить ей подарки, захочет делать ей приятное. Даже не понимаю, как такое можно было написать, какую глупость. Ты бы вышла замуж за жадного мужчину. Я просто вижу, как мои братья любят своих жен, они для них все делают, хотят все покупать. Игорь прямо-таки хорош. В смысле, это что, подкол или что? Или это утверждение, что он хорош? Не понимаю просто. Это вот вы написали как утверждение, что Игорь хороший или что? У меня сегодня премия, выступление, премия. Мы сильно пораньше из этого начала собираться. Сама себя крашу, все мне надоело. Смогла бы, как Аня Блеменград, общаться с его новой девушкой. Игорь тоже был жадный. Не знаю. Я этого никогда не замечала. Все, что он мог в силу своих возможностей, он для меня делал, я считаю. Я бы не была с ним, если бы он был жадный. Вы что? Он подарил мне поездку в Турцию, хотя мне давали отель бартером. Он водил меня в рестораны, когда мы жили в Жуковском. Хотя была возможность тоже ходить. по бартеру. То есть он в этом плане нет, он молодец. Он старался как мог, потому что он понимал тот уровень жизни, который я хочу, и он старался. То есть молодец в этом плане. Я думаю, что его женщине повезет в любом случае, если она будет молчать и все дела, что он говорит, не работать, не встречаться с подругами, желательно, чтобы у нее еще при этом не было мамочки, чтобы она не брала в рот в плане алкоголь, и все будет очень хорошо. Еще родила троих детей, поэтому вы так зря. Смогла бы ли общаться к вопросу о том, смогла бы ли я, да, я, конечно же, приезжала к мужу к своему и общалась с его девушкой, с Кирой, поэтому когда чувств нет к мужчине, то спокойно, абсолютно. Это вот вы так рассуждаете, потому что у вас есть чувства, а когда ты расстаешься с человеком, а у тебя к нему ничего нет, то, конечно же, тебе вообще пофиг, с кем он спит и т.д. и т.п. Надо быть, ну, что-то типа женщины, которая явно не будет заниматься карьерой, и да, на самом деле ему кажется, что ему такая нужна, это все фигня, ему нужна эта женщина яркая, это абсолютно точно, потому что амеба, которая будет такой который как бы он хочет, она ему будет неинтересна, который он хочет рядом с собой видеть, потому что он бы со мной тогда не был, это смешно, но подойти ко мне, познакомиться, да, и быть со мной там год, жить 24 на 7, человек бы не смог, если бы я ему не нравилась, и мой характер, а вы же понимаете, что я человек праздник, человек фонтан, человек эмоций, поэтому не знаю даже, будь здоровой, муль, да дай бог всем всего счастья, да это все непринятие, потому что жизнь, она состоит из вообще колесо баланса, да, колесо баланса, оно выражается в том, что все сферы жизни должны быть заполнены, то есть это обязательное общение с друзьями, это и карьера, это реализация, это семья, это дети, это родители, это путешествие, вы понимаете, колесо баланса, когда у вас какие-то сферы хромают, то все равно будут какие-то пробелы, это то же самое, что, например, женщина выходит замуж, и она, у нее муж обеспечен, она сидит дома, все равно любой человек, он должен как бы заниматься своим развитием, и кукуха поедет, просто сидеть дома и как бы выварить борщи, и я думаю, что ни одной женщине это не будет нужно, ну или как бы нужно, но все равно она начнет ходить по салонам красоты, зацикливаться там на своих каких-то внешних данных, еще что-то, так же самое, если ты не будешь давать мужчине возможность сходить к друзьям, или там в баню, или на рыбалку, на охоту, не знаю, куда угодно, то он тоже, это все, вы будете сходить с ума, потому что люди встречаются для того, чтобы друг друга в итоге дополнять, и можно и отдохнуть раздельно, это нормально, вы не обязаны быть привязаны друг к другу, просто вы любите друг друга, вы принимаете друг друга, вы делаете жизнь друг друга лучше, у вас хороший кекс, но это не значит, что вы должны ограничивать свободу другого человека, изначально все строится на доверии, ну как бы вот, а когда ты берешь девушку, которая, извините, явно медийная, занимается карьерой, и ты же видишь, ты же смотришь, с кем ты начинаешь спать, жить, как бы, от кого ты хочешь иметь детей, с кем ты их делаешь ночами, то есть, а потом в момент ты как бы хочешь ее ломать, но это не серьезная, не серьезная ситуация, ответы, короче, давай лекции читаешь, а ты что думала, ты пришла на лекцию с утра, у нас серьезная тут тема, понянькаться, это вообще для меня страшное дело, я совершенно не готова, я посмотрела, вот у Димы с Эмилией, это очень сложно, очень сложно, записываю за Машкой, да, записывайте, я умные вещи очень говорю, причем бесплатно, видите вам, что-то я очень хотела сказать еще, вот, ну все, вот зачем вы меня сбиваете, а, вы про Вова меня спросили, Вова на СВО, он больше не, не в заключении, он ушел на СВО, новостей от него я больше не знаю, просто знаю, что он мне позвонил, попрощался, ему дали телефон, поплакал, сказал, что он раскаивается за все деяния, которые он сделал, и он ушел на СВО, вот так вот, забыла вам рассказать, это я была на Мальдивах, и он мне туда позвонил, а я что-то забыла вам рассказать об этом, так что, вот такие новости, сказал, что, наверное, он оттуда уже не вернется, но, как бы, я сказала, что, я считаю, что это достойный поступок, и, что таким образом, он, хотя бы, скупит вину, защищая, нас, мы собираемся сегодня на, премию, я крашусь сама, потому что, моя визажист, филонит, вот, бывший кто, муж, или кто, ну, мне кажется, что Вова тоже уже, все, потому что, новостей от него нет, так, что-то я хотела еще сказать, что-то, у меня опять с носом проблемы, понимаете, когда я начинаю нос долго красить, вы мне должны говорить, что, Маш, все, у тебя уже все, кукуха едет, ой, фею, ммм, Маш, тебе понравилась прическа, которую фея делала, ну, какой у меня выбор, я вот с ней ходила, и все, понравилась, не понравилась, я сама нарастила кудрявые волосы, для того, чтобы мне было легко, я сама мою голову, раньше в салоне было, дофига денег отдавала, а сейчас я ничего не отдаю, и мне это нравится, есть у вас дети, нет, у меня нет детей, ну, неужели ты думаешь, что у меня были бы дети, они бы у меня были в каждой истории по 800 миллионов раз, дети да мама, вот, красим нижние реснички, да, у меня глаза очень красивые, у них можно утонуть, но не стоит, так, меня сейчас не отвлекайте, мне нужно покрасить нижние ресницы, у нас с Вовой не было никогда отношений, мы уже завтракали, я пью кофе, вот, для похудения, до еды, вот, смотрите, черный, мне кажется, мне помогает, мне прям нравится, поэтому, собственно говоря, сейчас я докрашусь, и пойду завтракать, Маша сама очень красиво красишься, да, мне что-то надоело, знаете что, я просто так посчитала, ну, не то, чтобы мне стало жалко, но, что за неделю у меня уходит на укладки 6 тысяч, итого 6, 12, 24 тысячи просто, понимаете, 24 тысячи, и куда это, я подумала, да ну, не буду, столько отдавать, в итоге нарастила кудрявые волосы, и я жалею, что я этого не сделала раньше, я просто приехала на Мальдивы, я вот так вот, под душ вставала, мыла, и у меня сама, сама уже укладка, понимаете, так что я очень этому рада, вот, мама, мама, наверное, убирается опять, ну, как убирается, она опять все сейчас вытащит, через 6 минут скажет, что она запыхалась, и все, и пройти будет уже, кровати невозможно, тропинка будет занята, ой, кстати, так вот этот блеск для тела нравится тоже, я им, когда мне жарко, вот так вот брызгаюсь, и все очень хорошо, в Самару, в Самару, да, я в Самару, планирую, сейчас скажу, 1 июля, папа 26, ой, 16 проезжает на операцию, в Москву, на 2 недели, мы с ним будем, с мамочкой, а потом в Самару все поедем, собственно говоря, с нарощенными, ну да, что-то давненько, это такая зараза, когда ты наращиваешь один раз, ты видишь вот этот объем, и все, и после этого прям очень тяжело прийти к своим волосам обратно, это вот, конечно, да, вот в этом плане сложно, это мне Юлия Временкова подбила сделать, потому что она на Доме 2 была всегда с нарощенными, все думали, что у меня нарощенные волосы, а у меня были свои, но мне их на Доме 2 все сожгли, и в итоге я осталась без волос, и была вынуждена их нарастить, кора идет, ну знаешь, когда, у меня раньше же были щечки, и у меня вот лыздык остался, прикинь, что мне до сих пор кажется, что у меня щеки, хотя их вообще уже нет, вообще в помине, и что типа, когда щеки корают, то ты кажешься немножко полнее, но сейчас мне уже все равно, но почему-то я все равно сделала длинные волосы, с папой, да не хочу это обсуждать, я думаю, что если он захочет, то он вам сам в сторис расскажет, да мне кажется, если честно, что у папы вообще не было женщины никогда, или я не знаю, может быть и была, но мы ее никогда в жизни не видели, и он сейчас все хочет к маме вернуться, но кто наблюдал за домом 2, знаете, там раньше были городские квартиры, так вот, когда мы приезжали, а нам там делали укладки перед шоу за 5 минут на мокрые волосы, и все, и сожгли у меня все волосы, за шампунь будет хорошее, тебе понравится, я же тебе не это, я вообще фигню не советую, я вообще говорю, что я не беру никакую рекламу, левую, я все только то, что мне нравится, говорю, кстати, очень крутой нумеролог, кому нужно, прям вообще, она вам настолько четко все разложит, вы офигеете, но я подробнее о ней расскажу в сторис, ооо, да, хорошо, я не знаю вообще, что в вашем понимании хороший просто, я вот говорю, вот тональный крем хороший, вот это вот да, это я вот ручаюсь, Power Fabric Plus, с шампунем пользуюсь вообще простым, не знаю, вот он, мне нравится, что у него добавлен алтайский мумио, алтайский, он стоит, по-моему, 400 рублей, сейчас скажу, для волос, 0 парабенов, 0 силикона, горное алтайское мумио и шишка хмеля, шампунь, для сияния, восстановления волос, устраняет перкость, обновляет кожу головы, устраняет жирность у корней, защищает от ревных факторов, укрепляет волосяные луковицы, стимулирует улучшение кровотоков кожи головы, благодаря чему борется с выпадением волос, ну как бы вот, такой у меня шампунь, можете засклинить, я его на ВБ брала, это мне менеджер взяла, Таня моя, я попросила, Таня, давай, говорю, мне нужно это, шампунь, заказать, ну все, она мне заказала, и еще такой же вот, я еще пользуюсь, короче, маской, но вообще офигенский, еще и бальзам тоже с мумио, вот, бальзам-кондиционер, сложный, продавляющийся минеральный комплекс, обладающий уникальным биохимическим составом, широким спектром полезных свойств, мумио защищает волосы от вредных факторов среды, укрепляет волосяные луковицы, стимулирует улучшение кровотоков кожи головы, благодаря чему борются с выпадением волос, блин, я не знаю ссылку, это нужно менеджеру моему написать, вы все время просите ссылки, а я вообще не знаю, она мне просто заказывает, я плачу, и на этом все, как бы вот так, такая история, я не знаю, как найти, это же нужно, по-моему, артикул еще, короче, пипец, вот, потому что, когда я что-то выкладываю, вы должны сразу скринить, понимаете, потому что, вот вы представляете, у меня сколько сторис, я все теряю потом, ничего сама найти, не могу, по второму разу, завтра, кстати, я вам батончики выложу, где я беру, и промокод на них будет, по-моему, 30% мне дали, что, еще вот скриньте номерологу, вчера я выложила ссылку, кому нужно, ну, мало ли, разные бывают моменты в жизни, она очень сильная, что еще я буду, а, ну, кольцо, которое я ношу из Израиля, вообще не снимаю, вообще ни разу не сняла, вообще, просто клянусь, оно хоть и не дешевое, но просто реально, оно приложено к стене плача, с ним исполняется желание, я тоже поставлю ссылку, ну, то есть, браслет я ношу, который заряжен на деньги, за 20-ку я брала, тоже вообще, но я уже сама не могу найти, где я его брала, волосы наращиваю Карины, просто я не тот блогер, который какую-то чухню вам будет терять, мне это просто не нужно, потому что мне не хочется, чтобы потом я что-то вам рассказала, вы мне сказали, слушай, а что ты мне за фигню там посоветовала, там, я последние деньги отдала, мне вот это нафиг не нужно, поэтому, если я что-то советую, то я советую реально там нормальные вещи от души, вот и все, да, он заряжен на деньги, я вам клянусь, что такое? пошла разбираться, я думаю, что за потасовка у нас дома, да я испугалась, я думала, что Ваня Вову кусает, нет, ты что, наоборот, они лежали у меня на уме, сейчас я гладила их, потом двух раз, вот такой приступный большой, ну что же, не думаешь, ну что, Вань, здесь все-таки у нас не очень передали, мама, иди-ка поздоровайся, ну ты как внушишь, так и будешь, я тебе проговорила, ты зачем это сейчас несешь, тебе покажут, что такое плохо, поняла, ты что сейчас такое сказала, ты зачем сейчас это сказала, я с тобой работаю каждый день, за твоим мышлением, наконец-то, в 90 лет учу тебя жить, здрасте, у меня все отлично, ну как вы там, вы знаете, наверное, все-таки погода, вот эта жара, господи, так что-то, Благодари, Бога за здорово, тебе пишут, нельзя быть красивой такой, а собачку в честь, нет, ну что, если в честь бывшего, его уже дома не было, назвали не в честь бывшего, а в честь настоящего, очень такого хорошего, нет, у нас племянник назвал, племянник взял и назвал, потому что, вы знаете, у меня был очень хороший знакомый, Вова, Любовь первая, у меня не было, но мы дружили, и вы знаете, ну тебе зачем фамилию назвала, а что такого, ну вот так вот, она всегда выдаст, так, у меня тоже сегодня голова болит, а у меня не болит голова, у меня не болит голова, ну вот слабость такая, мам, зачем, ну а что, ты знаешь, ты привыкла, чтоб тебя жалели, а мне, не надо жалеть, а ты понимаешь, что это вообще не хватит, а ты знаешь, что вот это вот, ты всегда, вот прям, знаете, мне слова сказать нельзя, она меня вот все затекает, иногда и жара, жара, самое, это плохо, причем, знаете, это шикарно, любая погода хороша, причем, не на Мальдивах, у меня ничего, все так было хорошо, вот я, без фильтра стою, а это я с фильтром, такая страшная, ужас, вот моя кожа, идеальная, как вы говорите, ну ладно, мне тоже хорошая, так, люблю ваши споры, ну вот, Мариночка, я тоже хотела сказать, я так не люблю, она мне не разрешает ничего сказать плохого, ну конечно, ну то есть вообще затекает, и начинаешь думать, а что вообще говорить, и как, ничего, ну ничего, вообще что-то сказать, то давай говори, спасибо вселенной, за прекрасный день, за прекрасную жизнь, я счастлива, всем желаю хорошего, хорошего дня, хорошего вторника, позитивных эмоций, и настроений, ну да, очень, очень хорошо, без фильтра, кстати, мам, скажите, я вот честно скажу, сейчас на меня посмотри, встань, Маша, не трогай меня, встань, я сейчас упаду, я сказала встань, как умное лицо выгодит, посмотри, лицо очень хорошо, но вот эти блестки, это я, нет, это не крем, ты чувствуешь, что это армания, это я, это сразу видно, нет, вот сейчас честно скажи, не ври, как будто его нет, нет, а лицо сразу скажи, лакшери, тебе надо было купить два, на двадцатку, да сразу, нет, подожди, лицо лакшери, посмотри, вот не дергай меня, вот лицо, лакшери, прям вот практически, как у меня, ну ладно, я тогда тоже, вот это что за крем, это Маджи Академия, ну вот и все, Маджик, или Маджи, ооо, хотела намазаться, ты что, все измазала крем, так ты его на руки мазала, ну я на руки, так это для лица было, ну ты что, еще попу мазала, ну ты что, Маша, кстати, ты не смейся, но это место тоже надо мазать, ну не таким же кремом для лица, как жалко, все, да подожди, так зачем ты его на руки-то мазала, а потому что не нашла для рук, вот и все, девочки, мазать можно, им надо обязательно кремом лицо, потому что оно тогда, я вот замечала, у меня, вам может не видно, но у меня уже сеть таких вот мелких-мелких, вот морщинок, которые вот как бы уже начинают скукуживать кожу, да, в 90 лет удивительно, что у тебя морщинки, как же так-то, Девочки, что характерно, обязательно, вот еще какой-то крем, вот я выкидываю уже, баночка пустая, а это что вот еще, а вот еще Маджи, да у меня полно этой Маджи, ооо, а это я тогда, знаете, что надо обязательно мазать, особенно если шея длинная, то ее надо мазать, потому что с возрастом она становится уже, ну, очень, маме 92 года, врет она, мне всего 75, опять врет, 73 всего, всего 73 года, девочки, обязательно мажем шею и зону декольте, вот зону декольте меня тоже подводит уже, потому что она подгорела, сейчас тебе еще, прям не хочется сказать, на Мальдивах, нет, я этим не хочу, подожди, минуточку, подожди, это блеск, слегка, да зачем, подожди, Саня, как красиво, ну, прямо скажут старое, ну, ты поняла, что, ладно, нет, про тебя старое, никогда не скажут, Старая, думаю, откажутся. В общем, вот так, в зону декольте. Мажем шею. Обязательно. Вы знаете, что? Вот она говорит на руки. А руки, они выдают сразу с головой, что там... Там кто-то под столом нас смотрит почему-то. Под столом? А зачем? Я под столом. Ну, просто на всякий случай, чтобы никто не видел, что ржет над нами. А вот знаете, что-то я хотела сказать. А, руки. Руки выдают. Поэтому вот смотрите. Вот этим кремом, которым шею, докольте. Мам, смотри. Давайте спросим, вот эта платья подходит на красную дорожку? Руки и шею. И шея, да. Знаете, она становится такая жухлая. Поэтому надо вот так обязательно. Знаете, как еще? А вот подбородый, говорят, надо вот так. С этой стороны сначала, а потом с этой. Вот так. Ребят, на секунду. Вот эта платья подходит на красную дорожку? Ой. Подходит, она тут вот. Да шикарная. Шикарная. А, мам, она мне мало, мам. Она мне мало. Это XS. Да? У меня же XL уже. Ну, иди примерить. Мам, нет, все, мало, мало. Нет, очень красивая. Она такая красивая. В перьях и в цветочках. Маша, еще лист голубой у нас, знаешь, какой, только длинная. Какой? А, такой же, в цветочек. А, все, я вспомнил. Может, и напомнил, и я сейчас вспомнил. Подходит мне, нет? Да, все подходит. Давай, тащи! Давай! Неси! Сейчас. Сейчас покажу. Я не буду, буду, куда тащить, конечно же. Потому что очень тяжело. А, вот оно. Откуда оно? Но оно тоже у меня мало. Ну, нет, может, хорошо. Оно длинное, смотри. Оно длинное? Да, длинное. И оно, смотри, на каждой цветочке вот такие шарики. Вот, видишь? Это оно в кофре. Я его спрятала, чтобы оно... Ну, это не подходит. Тут зеленое какое-то еще. Ну, ладно. Надо сокрыть его, чтобы не пылилось. Все. Ой, зацепили. Катюша, моя любовь. Ну, зацепили. Кать, я за тобой слежу. Ты, кстати, у нас такая. Молодец. Начитанная, продвинутая. Мне все это нравится. Ты прям изменилась в лучшую сторону. Очень хорошо. Вот, Катя, еще один лишний пример того, что правильное мышление доводит до прекрасных результатов. Кто будет в Дубае, она стилизованная делает фотосессии. Она стала у нас стилистом. Очень известным. Подбирает образы у нее все. И Бонни, и Стужук, и Анюта Рэй. И вообще... Все, все, все. Я, кстати, должна скоро пролететь, Кать. Ты будешь еще в Дубае? Иди в Дубае. Очень мне понравилось сегодня. С утра смотрела. Девочки, что стоит обговорить с мужчиной перед свадьбой? И свадьбы сразу не будет. Стилист-психолог. Не, очень круто, Кать. Прям вот моя подруга Катрин Фрейд. Я думаю, вы ее помните. Мы с ней часто в Москве встречались, вели прямые эфиры. Она очень много дает реально крутых таких мыслей для размышления. Ярко и безумно красиво. Спасибо. Я же была сейчас в Дубае, но, видишь, недолго перед Мальдивами мы проездом были. Поэтому не смогли с тобой видеться. Но все впереди, я очень соскучилась. Очень. Такие дела. Маш, посоветуй блеск для губ. Блеск. Сейчас я вам покажу, какой у меня блеск. Очень хороший. Вообще, я покупаю эссенс с увеличивающим эффектом. Я раньше брала Диор. Но, да, с тобой, Катя, очень интересные эфиры. И помнишь, тебе, кстати, говорили, что тебе нужно давать людям информацию? Да, и ты начала как раз. Это очень хорошо. Очень хорошо. Что хотела сказать? А, блеск для губ. Эссенс. Эссенс я беру в подружке с увеличивающим эффектом. В смысле, не закадрила. Вы так примитивно мыслите. Закадрила, не закадрила. Вышла замуж, не вышла. Родила, не родила. Жизнь, она не только из этого состоит. Из того, чтобы кого-то встретить, с кем-то спать, для галочки сказать, что у тебя семья, что у тебя дети. Как-то я вас не совсем понимаю. Я немножко другой человек. Да, Катя, мне очень нужно. Каспа, присылай мне книги, какие почитать, ладно? Прямо вот в первую очередь. Я сейчас много читаю, и мне очень важно. Пожалуйста, пришли мне. Чем пользуешься? Чем? Не поняла. Слушайте, я не успела сделать укладку. Или вообще сегодня я, наверное, делать не буду, потому что у меня от пенки чесались волосы. Вот в тот раз. Я какую-то пенку взяла в спаре по акции. У меня от нее чесались волосы. За лицом как ухаживаю? Сейчас вам покажу. У меня очень крутой ход. Японский. Я брала, ну, не дешевый где-то. Вот эта баночка, по-моему, 45 тысяч стоит. Так, сейчас еще вам покажу. А куда-то мама все делала. Точно, я на Мальдивы брала крем. Она его где-то, наверное... Мам! Подойди-ка сюда. Слушай, где мой крем вот этот самый дорогой? Мы его на Мальдивы брали. Где он? Где? В смысле нет? Мам, ты будешь кричать на меня? Ты мамочки не взяла. Мам, я сейчас не шучу. У меня сейчас срыв нет, мне боль. Он 50 тысяч стоит. Но все равно ты намазалась. Ты что, его на попу мазала, что ли, опять? А где он? Я же не сумасшедшую. Ну, вот эта сыворотка. А там где крем? Вот там он стоит. Где? Можете заскринить, девочки. Ну, это реально у вас... Ну, это просто must-have. А где который морщины убирает? Тоже там где? А, вот. Вот это просто. Значит, вот эта сыворотка, это очень, она очень дорогая. Девочки, это шоковая сыворотка. Вот. Делайте скрин. Тоже, ну, очень дорогая. Короче, в чем вся суть. Вот у вас, например, появилась какая-то морщина. Вы берете, да? Значит, у вас, например, здесь морщина. Вы вот так вот мажете этим кремом и вот так фиксируете. И ровно за минуту она у вас вообще исчезает. То есть это просто шок, но это на вес золота, это как бриллианты. Крем не могу найти. Мам, покажи мне сейчас же этот крем. Мам, я сейчас... Знаешь, здесь на эти платья, я сейчас пустярую. Мне сейчас все равно на платье, я сейчас не шучу, мам. А, они грязные. Вот он. А, вот он, спасибо. Вот, это уникальный тоже крем. Это японский или корейский? Доченька, не открывай. Японский. Я сейчас не верю, что ты стою. Ну, немножко я брала. Я сейчас буду плакать просто. На лицо жалко, представляете? На лицо не жалко, я руки не мазала. Мам, я сейчас просто буду плакать. Я это на три года взяла. Более того, срок годности до 26-го года. Я планировала им пользоваться. Маменька, нет такого срока до 26-го года. Его надо использовать в один месяц, чтобы не испортился. Спросите подписчиков. Они все стоят. До 26-го года. Да ладно, до 26-го. Кто это пользуется? Два года одним кремом. Конечно. Смешно. Смешно. Ну, Кать, ну не за неделю же это истратить. Она на мотивах себе мазала лицо, не пойми зачем. Там это не нужно было. Ну, Кать, тебе не нужно, а мне нужно. Не нужно. Да нисколько не осталось. Зеркальце от крема. Вот, можно у него смотреться и макияж делать теперь. Вот, ничего там нет. Поэтому, Машенька, я так хорошо и выглядишь. Ага, поэтому хорошо ты выглядишь. Конечно. Шикарно. Да, мне нужно, чтобы мой муж, будущее, тебя увидела, не испугался. Все равно испугается. Почему испугается? Он будет счастлив. А может, он тебя уже знает. Срок годности до 26-го года. Три года. Я же видела. Так, что, я волосы тогда не буду сушить, да, в этот раз? А? Нет, конечно. Пусть так, да, сохнут? Конечно. А, ну и все, они кудрявые тем более. Видите, все, две минуты. А раньше я ходила в салон два раза в неделю. Или с грязной головой ходила. И зачем это нужно? А теперь вот помыла, и они сами высушились у меня. Все-таки кудры, это вообще, это тема. Они еще легкие. То есть, если их выпрямить, то это как сопли. А я теперь их не выпрямляю, и они вот такие кудрявые. Вот, смотри, что-то получается. Вот сейчас положу. Ну, положим как шоу, буду сказать. Маш, я что ли мужик? Я тут один мужик какой-нибудь. Да, ты среди капусты, молодец. Я не знаю кто, если честно. Какой-то мужчина роскошный. Он не пишет гадости, по крайней мере. Я рада. А мужчина настоящий не будет гадости никогда писать? Не скажет, и не скажет, и не напишет. Никогда. Никогда. Вот нормальный мужчина, который в себе, кстати, вот уверен, знаете? Уверен, который... Так, все. Это ситец. И на 30 градусов, наверное, я потом поставлю. Потому что... Мама, мам, скажи, пожалуйста, люди спрашивают, ты перебрала вещи? Все хорошо? Я... Да. Вот я сейчас скажу им так. Знаете как? Я вот начинаю перебирать. Ну, и что? Устану. И что? И сажусь. И сажусь. И все. Знаете кто? Да, что знаешь? Вот я начинаю, как у вас было, невозможно разобраться. Разум невозможно. Это, наверное, надо еще несколько человек мне в помощь, чтобы мы подумали, чего отдавать, чего выкидывать. Но я выкидываю там вот пока пустые коробки, там из-под туфель, а потом туфли уже сходят. Мама, расскажи свое ощущение вот от этого крема только без жанра. Прям вот не ври только. Нет, шикарно. Ну, что он делает просто? Ну, скажи. Ну, вам я скажу. Но вот этот вот крем, ну, это такой суперский. Я тебя... Тут он фиксирует морщины просто. А, фиксирует морщины. Расскажи, как? Ну, я могу, конечно, им показать. Ну, давайте. Только капельку. Нет, я уже этим намазала. Покажи. Мама, у меня здесь трусы немножко нечистые, а ты с ними стоишь. Я хотела их вот эту спирку положить просто. А, сейчас убывающую нам нужно все выбрасывать. Вот, я же и чувствую. Вот я чувствую. Это моя Катя пишет. А, Катя. А она же за ним... Это скажи, я кого читаю с утра до ночи? Катя, ты так выглядишь просто. Такие красивые фотки все. Как ты одета. Какие у тебя все купальники. Я просто... Так, смотрите, ладно, все. Давайте нам не сосредоточимся и на креме. Берете, вот смотрите, вот я вам покажу. Тише, мало, мало бери. Ну, я даже не... Вот, все. Так, быстрее давай. Много, я много беру. Быстрее, быстрее. Вы только не думайте, что я сейчас зафиксирую. Тише, замолчи. Намазала. Вот так, намазала. Еще повыше намажь. Нет, повыше. Держи. Все, держи час. Час держи. Тише, тише. Мам, зачем ты громаду устраиваешь? Я этой стороны не буду говорить. О какой уборке идет речь? Ну, о какой уборке идет речь? Вот видите, отвлечешься на минутку. Про уборку забыла. Сейчас пойду сяду, посижу. Ну, я не буду держать больше. В общем, короче говоря, вот это так делается. Все, морщины нет. Вот и все. Видите? Это глубокое. Сейчас ее тоже поможем. Ну, это поменьше досталось крема. Можешь, дай попить с обоих. Нет. Она писается. Ну, что ты? Тогда ты тоже напишешь. Ребята, ну, короче, у кого есть деньги, берите. Это не реклама. Это не реклама, реально. Это без шуток, вам говорю. Вообще без шуток. Вот мужик какой-нибудь бежит к вам такой, и вы так сразу раз сделали, и у вас так лицо и застыло. Маша, как все ясно. Все я спустила из-за тебя. Так, смотри, ты вчера... Маша, это я обувь принесла постирать. Не могу. Маша, что делать? Ну, ничего, а что делать? Ну, вы будете радоваться, а что делать? Катя, смотри, какой он халат с Мальдив сперла из отеля. Красивый? А это шаурма, Заля. Вот вчера. Надо было очень. Вкапнул шаурма. И представляете, что вы? Такое пятнище поставила на белое платьице. А у меня кролик есть. Ну, да, придется кроликам. Сейчас я его сначала попробую. А где кролик? Ну, почему? Я не издеваюсь. Я честно говорю. Я никогда не издеваюсь ни над кем. Вот я обещала вам выйти в эфир. Маша, я не понимаю, чем ты залег. Шаурмой. Нет, а там еще черные какие-то. Ну, черные-то я не знаю. А-а-а, это пушка какая-то. Господи. Мам, что-то я взмокла. Еще бы. Халат стоит. Я нет, не знаю, хочется с ней быстрее. Я пошла купаться. Нет, купаться сегодня нельзя. Почему? Во-первых, там очень нет. У меня нет ссылок. Вот вы меня достали. Вот когда я что-то даю вам, вы вот не надо тогда мне писать. Ой, это реклама! Просто, я не знаю. Вот я сняла вам, например, обзор батончиков и того, что я ем. Вот вы тогда берите скринти и потом не спрашивайте меня. Ну, это все. Вы просто привыкли, что вам что-то втюхивает, потому что на этом зарабатывают. А есть люди, которые от души советуют. Вот и все. Так, хорошо. А, вот еще здесь кусочек. Мам, слушай, а что с пробором? Я не понимаю, а? Ну, сделай... Он как должен выглядеть-то? Не понимаю просто. У меня же был вроде прямой, да? Ну, Маша, он был прямой и стал наискосов. А почему? Ага. Вот. Все, я разобралась. Все, вот это мой пробор наконец-то. Все. Вот так шикарно. Я очень красивая, конечно. Как молодец. Ну, а немножко. Значит, тут отлично кудряшки такие вот. Хорошо, хорошо. Ну, вот еще одну. Давайте сейчас замочу. И вот тебе. Тоже стиралку. Жирный пятна. Маша, главное, не дотрагивайся ни в коем случае до кожи. Нет, все. У меня голова так чесалась, как будто у меня вши. Я не могла с ними совладать. Я намазала на декольте. Я знаю, что ты единственный мужчина, который ждешь. Но нет. Сегодня не будет. Сегодня мама выполнила за меня ногу. Все, идем на свет смотреть, как получился макияж. Мам, пусти меня, ты не мешаешь. Вот. Вы представляете, я просто не знала. Я собиралась тут на встречу очень важную. Санечка. Привет. Кстати, смотрите, Санечка мой. Вот друг диджей Саши Борн открыл офигенский шоурум обуви. Я его выложила на лайф-аккаунте, ссылку. Там стойка офигенской обуви вообще такой очень бюджетной. Я себе... Саша, когда ты мне пришлешь? Я же заказала у тебя свои топули. Где они вообще, а? Саня, этот халатик я на Мальдивах сперла. Прикинь, в отеле. Я так рада его. Так это Саша пришел. Люди правда будут думать. Так это правда. Я не вру. Сань, мне очень нужны тапочки. Ну, обувь вот эту вот. Понял? Мне очень прям понравились. Так что, ребят, у меня же второй аккаунт Мэри. 24.7. И там я отметила шоурум Санин. И очень там крутая обувь. Я у него уже брала, что второй раз взяла. И я еще это... Я еще здесь хочу отметить. Я что-то не успела. Я вчера была в эфирах, потом что-то зачитала. Саша, короче, мне ответила. Вот представляете, это без пенки у меня так выглядит волосы. Очень шикарно. Я не знала, короче, что в жару нельзя пену. И я так расчесала свои волосы. Это был кошмар. Че, я теперь уже нет, не поняла. А, да, ты теперь не единственный мужчина в эфире. Как вы тут слышите, Сань? Мы тут ржали. Этот парень пришел и говорит, я тут единственный мужчина в эфире. Я говорю, нет, теперь ты не единственный. Вы просто красотка. Ну, вообще, да. Честно, я очень красивая. Очень. Это вот я без шуток говорю сейчас. Я очень этому рада. Маша, а мне такие нельзя, как бы ты у Саши такие? Тебе можно все. Деньги давай, оплачивай. И он тебе все доставит. Ну нет, здесь просите, что он, у него берут в каком возрасте женщины? В 90 лет, конечно. В 90 лет, конечно, берут обувь такую. То есть платье ты можешь надеть и стринги, да? Купальник. А обувь на платформе ты что-то это-то думаешь. Очень понравились. Самара в июле. Надеюсь, потому что папа сюда приезжает на операцию. И после этого поедем с ним вместе. Макс, а ты мне тоже? Во сколько будете выходить? Не думаю, что тебе... Короче, не знаю. Мне нравятся длинные. Потому что когда у меня руки поправляются, я волосами их прикрываю. Нормально, да, выкручилось? Короче, дорогие друзья. Я вас очень люблю. Вечерком выйдем в эфир. Следите за сторисами. Ничего я не качаю. Я только собираюсь. Я пью кофе для похудения. И считаю, что мне этого достаточно. У Кристины все шикарно. Мне все, мне нравится. Но она мне не признавалась, что делала операцию, если честно. Это она вам, наверное, призналась. А мне она не говорила, что делала операцию. Она сказала, да? Надо ей позвонить, ставить, так сказать, штюлей за то, что она мне не сказала. Руки поправляются, да, очень сильно. И не только руки, еще и попа. Потому что я люблю вкусно поесть, особенно пожрать. А у меня что-то жор на меня напал в это лето. Не знаю почему. Все, люблю, целую, обнимаю всех. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...